Обалдеть! Какая красота! Всем привет, друзья! Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, ну что могу сказать? Приехала на рыбалку и нахожусь на реке. Я бегаю вдоль береговой линии, просматриваю полянки, которые здесь есть. Здесь вот следующая полянка. И, ребята, огромный, огромный, огромный поворот. И вот здесь даже вход старик. Рыбка плещется. Рыбка себя показывает. Я нашла место на обрыве. Очень интересное место. Сейчас еще чуть-чуть дальше пройдем и посмотрим, есть ли еще какие-нибудь, может быть, более выгодные места. Вот. Ну, в общем, место интересное. И абсолютно новое. Лапки чьи-то животные какие-то здесь бегают. Здесь дерево упавшее. Ой, старое. Видите? И дорожка нахоженная. Кто-то ходил. Посмотрим сейчас. Получается, течение идет туда. Здесь у нас выход из поворота. Дальше вот там вот огромный обрыв. Даже не выход, а, наверное, вход в поворот, если я не ошибаюсь. Место, конечно, очень интересное. Ну, и если рассматривать сейчас полянку, на которую мы подъехали... Сейчас я вам ее покажу. О, там дальше. Вот видите, белая птица полетела. Тут старик. Тут вход в поворот, а там дальше середина этого поворота. То есть там вот, если петлю реки считать, то вот здесь вот место. А здесь мы будем тогда на входе сидеть. Может быть, ребята, лучше на входе. Я вот даже вижу брунные вещаки. Ах, как вы думаете? Тебя выпустить, друг? Тебя выпустить, дружище? Выходите. Ну, зацени местечко. Как тебе? Как тебе? Как тебе? Как тебе? Я могу вам сказать, что рыба выплескивается вон там, вон в тех корягах. Если ловить садиться ниже по течению, то там не коряги, там вон деревья и вовые кусты. Непонятно, где лучше сесть. Я, допустим, пока не понимаю, где лучше сесть. Почему? Потому что сегодня жаркие дни. Вот. И я предполагаю, что, учитывая, что жаркие дни... Рамс, аккуратно. Ты знаешь, что здесь тоже осно. Жаркие дни, учитывая, что жаркие дни, рыба, скорее всего, будет прятаться где-то под береговой растительностью. То есть ей нужно какие-то укрытия и, возможно, из-под них надо ее ловить. Заряжаем Concert Distance. Диппер. Включаю Wi-Fi. И у Диппер нужно теперь опустить в воду. Тогда он автоматически включится. Давайте попробуем это сделать. Смотрите. Сейчас. Ну, наш Апрамс еще с ним не сделал. Оп. Ну, вот он все время, видите, на него. Вот не нравится он ему. Хорошая глубина. Неплохая, наверное. 3-5. Помню, когда-то ловила в районе прогона, в районе деревни Орли. Было достаточно найти маленькую ямку. Вся рыба клевала, собралась именно в этой ямке. 4 метра. Вот углубление. 3,9 метра, 3,8 метра. Да ну, также песочная. Рыба пока не показывает. Смотри, есть на значке. Рыба здесь. Какая-то коряга. Или трава, или что. И вот здесь вот, смотрите, ребят. Рыбу наконец-то показала. Рыба. Но, судя по всему, здесь что-то на дне лежит. Посмотрите. Видите? Я не знаю, что это, но это что-то на дне 100% есть. Тоже довольно-таки хорошая вот эта перспективная точка. Вот она. Дальше там какая-то растительность идет. 4 метра. Не знаю, то ли активность какая-то, то ли что. Но вот что-то там есть на дне. О! Я не знаю, что это. Возможно, непонятно. А, может быть, там что-то лежит на дне? И на этом что-то, что-то наросло. Рыбы, кстати, не показывали. На Эхолоте нахлая интересное место. Заклипсовалась и собиралась при помощи маркерного груза проверить, что там лежит на дне. Не будет ли это что-то мне мешать для того, чтобы ловить. Если будет мешать, значит, надо искать новое место. Первое, что сейчас сделаю, это крючок. Надену его и без корма заброшу туда, откуда хочу ловить. Посмотрю, будет обрываться или нет. Пока не успели поставить лагерь, лучше это сделать, ребят. Иначе потом я пожалею, что у меня будет везде цепляться, как обычно. У меня сейчас такое бывает. Ставлю крючок, давайте, вот такой. Чем-то десятого номера. Я думаю, что это хороший вариант для такой реки, для таких условий. И посмотрим. Поставим на навозного червя или на опарыша, на что-нибудь. Так, что у меня тут? 0,14 олеска. Давайте возьмем насадочного белого опарыша и поставим его. Раз. Раз. Два. Раз. Ага. Ну это слишком близко для того, чтобы нам с вами ловить. Потому что собака все время купается, когда я забрасываю. Поэтому я беру и просто-напросто отхожу в точку ловли, чтобы он тоже вместе со мной отошел. Понятно, какая хитрая схема, ребят? Так, ребят, как я вяжу монтаж? Значит, продеваю леску в карабин на кормушке и завязываю петельку. Петелька, на которой будет висеть эта кормушка. Делаю ее двойной, продеваю и получается вот такая вот у меня штуковина. На этой штуковине я делаю дополнительный узел. Мне так проще жить. Здесь сверху я делаю отвод петлю для фиксации моего монтажа к основной леске за карабин. Внизу отступаю от кормушки где-то приблизительно. Вот у меня такая довольно-таки большая кормовая кормушка. Давайте два сантиметра. И делаю отвод петлю под поводок. И теперь я его цепляю к вот этой вот коротенькой петельке за карабин к основной леске. Я хочу попробовать половить, найти рыбу под береговой линией. Сейчас покажу вам где приблизительно. Ну где-то приблизительно вот здесь. Вот не долетаю до этой коряги. Это значит, что бросать мне нужно где-то, ребят, в это место вот отсюда. Все, я забросила два фидера в два разных места и проверяю, клюнет ли на них что-нибудь с разной наживкой без прикормки. Сейчас скушаю бананчик и сделаю корм. И уже тогда в таком случае начну закармливать. Собаку что-то нашла, наверное, кто-то может рыбу чистил. Лезет, лезет. Он вечно что-нибудь ищет, понимаете. Скушаю бананчик, перекус и можно делать корм. Даже не раскладываюсь. О, стоит прицеп. Пришла на баню. Вечно разложусь, встану. Потом нужно что-то придумывать, переезжать. На опарышу у меня клюнул пескарь. Сейчас какая-то поклевка произошла на мотыля. И тоже идет что-то некрупное совсем. Сунулась только пескаря. Ой. Ага. И на мотыля садится пескарь. Хе-хе. Пескарь. Хорошо. Поставим сейчас навозного червя. Проверим, что может клюнуть на навозника. Ой, вода хорошая, ребят. Вода очень хорошая. Вот тут, ребят, что-то торчит. За это что-то цепляется. Рыбу туда трошки начинают везти. И все. И кто это у нас на красного опарышей? Снова пескарь. Поехали. 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 Внимуляю. Поехали. Труфі. Поехали. ой видите снова ребят поклевка уже на красном опарше недолго времени пришлось ждать кстати вот если еще хоть раз застрянет с какой-нибудь рыбой можно обходить а можно просто поставить меньшего веса кормушку чтобы она быстрее всплывала ага не засеклась но что-то било видели забросим обратно посмотрим снова по лесу там же пока еще совсем не уморила жара это можно выпить кофейку вкусно ребят в такую же минуту корма лучше не мешать замешать еще пакет это вообще не проблема просто мешая много вы рисуете и я рисую закиснуть корм красота 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 но огонь огонь отпускаем жалко рыбу и мне она сейчас не нужна если я вдруг потом захочу покушать я давайте лучше что-нибудь возьму побольше чем буду брать вот такую вот маленькую давай это я отпущу рыба идет 100 процентов какая-то снова на кукурузу поклевка произошла очень быстро после заброса и кто там у нас идет рамс смотрит первым это у нас снова красивенная плотва огромная ну как огромная хорошая плотвичка не ну это побольше мне кажется это мне сдается от рощи побольше вот такую можно оставлять уже на жареночку вот такую вот плотвича давайте эту отпустим а а то жалко блин ну что я ее есть буду такую все-таки ну да давайте сказать от меня и снова кукуруза и снова еще корма но да но скоро мне кажется ребят придется еще немного то увлажнить форм это будет уже третье увлажнение этот видите все ждет пока я заброшу потом спрыгнуть и пойти вот ему надо именно в этот момент ради забава я уже хитрая стала видите сразу ничего не разбирают вам не зима здесь можно до вечера досидеть и только в конце поставить шатер потому что неизвестно кто может подъехать кто может под под сидеть себя и так далее тому подобное потому что мы находимся недалеко от населенного пункта здесь уже ездили там на мотоциклах туда-сюда и видно что места такие ну излюбленные обхоженные промахал дождь и нифига смотрите все небо голубое жара которая к сожалению к сожалению может быть и к счастью скоро закончится и станет намного легче намного легче но лето уже подходит концу давайте вот визуально посмотрим чем отличаются зерна одной кукурузы от второй догадайтесь где банджиэль а где умный лук начинаю измельчать кукурузу которую буду добавлять в карачи крупной фракции раз ее ест плотва это хорошо кукурузу на предыдущей поклевки объела ставлю пучок опарыша с мотыльом и прикормку как говорила начинают добавлять потихонечку кукурузу рыбка тут живет ребятки выплескивается вообще тут прям жизнь своим чередом идет сейчас на дело что потверже побольше они наконец-таки рыбка засеклась как надеваю что-то помягче нифига не засекает наконец-то плотва очередная а я вообще жду не плотву я жду какую-нибудь еще рыбу кроме нее и самое интересное смотрите насколько голодная рыба если она умудрилась заглотить крючок с кукурузой так глубоко е-мое еще старая поклевка это у нас тоже гарно и плотвичко с яп уже на жаренку если собирала наловила красота у этой не так глубоко его даже кукурузу не объела такая красота подготавливаю одну и вторую кукуруза потому что если ставишь не кукурузу клюет какая-нибудь гадость беру ребят немножко кормового мотыля и посыпаю им корм посмотрим как рыбка отреагирует на него и вместе с этим кормовым мотылем корм будем отправлять на точку ловли немножко прижимаем осна тянем тент и пойдем купаться потому что жара конечно не выносимая в конце концов должен же у нас тоже быть свой громоотвод а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, ребят, очень жарко, где-то 2 часа дня. Рыба периодически поклевывает, перестала вообще засекаться. Плюет просто на все, достаю пустой крючок. Жерих постоянно выплескивается. Тут такие туши выплавают, что я просто уже, помимо того, что хотела пойти спуститься вниз, потом хотела уже на спине располагать, потом уже на лодке думала поплыть, потом думала на фидер к старику пойти поплыть. Чего я только тут не захотела? Место, конечно, интересное. Мне кажется, за один день его не обследовать. То есть один день нужно посвятить спине, один день можно посвятить фидеру, второй день, третий день можно посвятить поплавку, четвертый – старику, пятый день можно попробовать сама половина. Самое время идти изготавливать дрова. Тут на соседнем поляне лежат бревна. Мы идем за ними, будем их забирать. Чтобы потом мне никто не говорил, что я там где-то непонятно, где их там что-то срубил или что. Пожалуйста, выходим на соседнюю полянку, и здесь заготовочка. Вот, и есть дрова, и вот есть дрова. Остается их только распилить, собраться. Субтитры сделал DimaTorzok Самые горячие дни лета лучше проводить на каком-нибудь водоеме, потому что всегда, когда становится жарко, окунаешься в обалденно теплую воду, становится прохладнее, обдувает ветерок. Сегодня так вообще просто замечательно. Если обычно я накрываюсь полотенцем, высушиваюсь, то даже не хочется сушиться, настолько хорошая погода. Ночью будет до 17-18 градусов тепла, представляете? Тем не менее, на реке будет, конечно же, сыро. Сзади меня вы уже можете видеть шатер, в котором я буду ночевать. Ну и, соответственно, в этом шатре будет стоять также и печка, для того, чтобы просто не сыреть. Ребятки, наконец-то полотвичка на одну кукурузку. Отличная полотва. Единственное, что, блин, у меня никогда на нему никак полотва не клевала. Слушайте, подлещи, густера, я не знаю, там полуязики. Полотва идет и идет. Можно сало попробовать? Вот такая красота. Такая красота. Она чистенькая. Вкусненькая, скорее всего. Но мы ее отпускаем. Офу! Перекусик. Вкусненький колбаска-салка. Огурки, по-мандарски. Как может быть вкусня? Огурки, по-мандарски. Хорошо, ребятки. Окунуться вообще просто огонь. Потому что, если бы не вода, было бы вообще-вочень плохо. Клево, клево. О, солнышко такое хорошее. И ветерок такой мягкий, обдувающий. Я купила трубочки. Опа. И мы обязательно ее запятимем. Ох! Ну да, ребят, конечно, я не знаю, как она по эпидемиологическим там всяким требованиям, но она чистая-чистая. Реально, прям приятно в такой находиться. Трохи рассыпаются. Ну, нам, ребят, главное попробовать. Все, я думаю, нам хватит. Если что, вдруг можно в любой момент будет, да, заварить. Ждем, пока полностью закипит вода. Вода закипела, ребят. И мы заливаем нашу перловочку. Все, до донышка, до горлышка, точнее. Закрываю и оставляю где-то, судя по тому, какая перловка, оставляю где-то на час десять, час двадцать. Наверное, на час десять даже можно. Немножко наживки на вечер на сама. Насобирала лучше, если ее залить водой. Ну, и потом я подготовлю. Может, каких-то два удилища закинем, ради интереса. Почему нет? И оно у нас тут хорошее получается. Там у ребят, конечно, больше. Ну, как... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ммм, посмотрите. Вкусите этот запах. А овощи, они просто супер получаются. Ну-ка. Опа. Вот тут у нас, ребятки. И у нас здесь уже, смотрите, густера прилетела. Красота. Красота. Так, сейчас посмотрим, объели ли мою наживку. Ну да, ведь что-то дергала и пол крючка утащила. Пол крючка утащила, можно пойти надеть. Вот такой есть толстый кусочек. Не очень толстый. Наживляюсь, чтобы металлическую было как можно меньше всего. И снова забрасываюсь. Слушайте, ну, если дергала, сон есть. Нас обжирает, значит, есть друган. Попробуем его поймать. отец. Ох, ничего себе, ребят, я думала, это сомик. Посмотрите, кто клюнул. Ребят, посмотрите, кто клюнул. Ё-моё. Вы представляете, кто там спрашивал, а что клюет, а как клюет, когда клюет. Ну, вот, пожалуйста. Гляньте. Ну, вы поняли? Вот, что клюет на улитку. Вода обхолодела, ребят, обхлодела. Надо погреться, чуть-чуть руки хотя бы возле костра. Вот так. Ну, и кто бы мог подумать, что вместо того, чтобы поймать сама на скидушку, на огромный крючок с этой, с ракушкой, я поймаю на такой крючок. Вот, значит, там маленькие такие идира. Смотрите, по-моему, ну, совсем. Совсем, малыш. Ну, хорошенькие. Сейчас снимем. Снова надену. Червяк надевать ничего не буду, но неудивительно, что у меня белый придет на этот крючок. Если там уходят самы, это, конечно, припевает. неудивительно, что у меня это, что я сейчас неудивно, что я OMD, что я Давайте в таком случае пробовать ставить что-то кроме животной наживки. Все равно уже 3 часа ночи, раз их где-то в 5.40, чтобы было максимально вкусненько, потому что все равно я же наделала этих штук, предложила оператору купить кофейку. Что, почему меня нет? Правда? Вон какой Кэпфиш. Хорошо. Пойду, пожалуйста. Какая красавица. Опа. Опа. Смотрите, какой красавчик. Какой пузяк. Клюнул на мою эту перловицу. О, какой усатый. Какой усатый. Всё, красавца освободили. Пошли его отпускать. О, перловица видно. Видите, как поползают с улитками. Ой, водичка теплая другам, скажи. Водичка теплая, сейчас поплывешь. Сейчас поплывешь, дружище. Давай, давай, друг. Давай, давай, давай. Давай. Красавец. Снова надеваю. Улитку. Не жалея на крючок. Вот так прямо. И вот так. Ах. 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 Смотрите, какая гарная усера. Клюнул она. Тут стояла у меня, получается, три опарыша. С пачком мотыля. Красотка такая. Всю рыбу отпускаю, ребят. Она на пропитании нафиг не нужна. У меня шашлык. Сижу, решила уже половить на поплавок. Мне тут испортили настроение. Абрыганы какие-то. Вот. Ну, ничего страшного. Говорят, где им развернуть машину. Я шо, знаю, где разворачивать машину. Меньше бухать надо. И садиться пьяными за рулем. За руль. Вот. Вот. Сделала вот такие вот комочки корма. Сейчас хочу закормить. Только надо сделать так, чтобы не заметила собака. Я не знаю, как это сделать. Но надо это так сделать. Иначе... Иначе, иначе я не закормлю . Просто он, видите, сидит и, ну, типа, ждет. Все. Опять. Все. Так, кто там у нас на кукуру закрепил, сейчас посмотрим, да, я думаю, что флаква. Хорошая флаква, скорее всего. Да, флаква такая прям мерная, все батончики такие зачатные. На одну кукурузинку. Сейчас она успокоится, я ее подниму, потому что хапацаком брать не хочу. Вот такая вот плотвичка утренняя. Кукурузка рулит. Рыжий, давай рыбку отпустим. Ребята, я сейчас хочу пойти проверить и забрать свою раколовку. Интересно, есть ли здесь раки? Вам интересно? Мне тоже интересно. Хоть мне кажется, что нет, но посмотрим. Погнали. Я не знаю, правильно я поставила или неправильно, потому что я раньше раков не ловила. Ну, сейчас будем устанавливаться на разных водоемах и проверять. Есть что? Нет ничего. И никого. Рога у нас тут. Никого. 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 Вот такая вот рыбалка получилась, если вам нравятся мои видео, и не только мои, и мои, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями, всем ни хвоста, ни чешуи, увидимся на других рыбалках, пока! Субтитры сделал DimaTorzok